Ребят, всем большой привет! Меня зовут Аделина. Я отсутствовала три месяца, и поэтому за это время у меня накопилось огромное количество продуктов, которые я купила, и которые я вам, к сожалению, ни разу не показывала, потому что меня не было. Не то, чтобы я радовалась этому, но у нас с вами скопилось много чего, и давайте мы сейчас все с вами это обсудим. Кстати, если вам будет интересно о каком-нибудь из этих продуктов, вы мне напишите в комментариях, и я сниму для вас отдельное видео. И давайте мы с вами сразу начнем с ухода, потому что здесь не так много продуктов. Это будет два продукта от Clinique. Первый продукт это будет спрей. Сейчас я попробую выговорить его название. Moisture Search Face Spray. В общем, у меня язык ломается сказать это быстро. И второй продукт это сыворотка из этой же линейки. Эти продукты я использую как в работе, так и для себя. Сейчас я очень много для себя их использую, потому что ну очень они мне нравятся. Я сразу же могу сказать, что я их полностью протестировала и могу вам рекомендовать. Если вы хотите оперативнее узнавать о моих покупках и о тех продуктах, которые мне понравились, все свои обзоры в первую очередь я выкладываю в своем инстаграм. Так что, если вам интересно, ссылочка будет в описании, переходите туда и смотрите мои обзорчики. Одни из первых. Также я в сторис очень много показываю своих покупок. В общем, оба эти продукта, оба эти дружка мне невероятно понравились. После того, как я первый раз использовала этот спрей, я вообще от него ничего такого не ожидала. Я думала, что ну спрей-спрей, как он может так хорошо увлажнять, чтобы вот прям вау. Но даже мой любимый спрей от Pro Makeup Laboratory не был таким классным, как этот от Clinique. И отлично добивающее увлажнение в совокупности вот с этой сывороткой. Ну а в целом эта сыворотка, а точнее концентрат, она по идее должна быть еще более насыщенная. Она очень-очень крута. Также от Clinique у меня была маска Even Beta ночная. Я ее попробовала. Сейчас у мамы она, у моей, ей она больше подходит, потому что она для более сухой кожи. Вот там тоже невероятно крутая маска. Она очень хорошо восстанавливает. Ее можно прям на ночь наносить и ложиться спать, потому что она не требует смывания. Вот если у вас очень сухая кожа, я рекомендую использовать эту вот масочку, докупить какой-нибудь тоник и вот использовать эти два ухода, им можно и зимой пользоваться, и летом, и для любого типа кожи. Они очень легкие, их вообще не ощущаются на коже, очень быстро впитываются. В общем, я в большом восторге. Должны сказать, что у него не сильный экономичный расход, потому что я купила, наверное, месяц, может быть, полтора назад. И вот здесь уже больше половины сыворотки нет, точно так же, как и спрея. Но должны сказать, что пользуюсь я этим каждый день. По ценовому сегменту я не могу сказать, что это прям очень дешево, но сейчас действуют скидки в золотом яблоке, в ритуале, предновогодней. И можно будет вот этих вот дружочков вместе ухватить по очень приятной цене. Также у них еще вышел вот как бы в такой, только в небольшой баночке, сыворотка для области вокруг глаз. Я очень хочу ее попробовать. Если она у кого-то есть, напишите мне, пожалуйста, так же в комментариях, стоит ли ее приобретать. Еще, кстати, хотела сказать по поводу того, что здесь у меня практически нет никаких разочарований. Может быть, там парочку продуктов, которые я, может быть, недопоняла, либо еще не распробовала. И дальше я вам покажу две базы под макияж. Одна будет сияющая, одна будет матирующая. Соответственно, это для более сухой кожи, но не значит, что ее нельзя для жирной кожи. Если на зоны выступающие только чуть-чуть наносить, будет очень хорошо. И также база матирующая, контролирующая выработку сальных желез и немножко заблюривающие опоры. Вот, кстати, из подобных баз вот это очень мне нравится. Я могу сказать, что я ничего лучше пока не пробовала. У меня была затирка для пор от Benefit, у меня была затирка для пор от Make Up For Ever. И мне ничего из этого не нравилось, потому что я не люблю вот это вот явное матирование, убирание опор. Очень часто можно получить то, что у вас просто тон скатается по гладкой коже, либо просто поры забьются. А вот здесь очень приятный такой холодящий эффект получается от нанесения этой базы. Очень приятное такое легкое покалывание, легкость и такой мятности. И при этом кожа у вас становится более гладкая, но при этом в меру. В общем, база супер. У них еще также есть прям затирка-затирка пор. Это больше убирает жирный блеск. И еще есть сияющая база. Просто сияющих баз у меня очень много. Я вот еще от Shiseido прикупила, поэтому я пока не буду пользоваться. Возможно, как у меня какая-нибудь закончится, я их попробую. Я не могу сказать, что это база на каждый день, но если вы работающий мастер, либо вам нужна база на выход, то обратите на нее внимание. Очень достойный, качественный продукт. Дальше, что касается сияющей базы. Это была спонтанная покупка, о которой я вообще не пожалела. Это бывает редкость, потому что спонтанные покупки обычно ты не размышляешь, ты просто хочешь купить и все. Про Shiseido. У меня в последнее время очень много покупок Shiseido после купленного мною тона. Я как-то по-другому посмотрела на этот бренд. Я сейчас про тон тоже отдельно поговорю. Там вообще моя любовь. Ну и про базу. Я давно, кстати, на нее смотрела, но меня немножко ее текстура смущала. Она такая странная, неоднородная, немного как суфле. Когда вы ее наносите, вот она какими-то кусочками сначала распределяется, а потом, ну вот прям все очень хорошо и красиво. Она не очень хорошо работает именно поверх тона, ее нужно под тон наносить. Поверх тон она немножко подтирает. Но от нее очень красивый сияющий эффект. Она невероятно стойкая. Она с самофиксацией. То есть это не такая база, которая у вас остается немножко таким влажным, жирным именно блеском, а именно с самофиксацией. Плюс ее можно подмешивать в тон. Она добавляет такой холеный, лощеный эффект. Далее, что касается баз, на этом все. И у меня сейчас я даже посчитаю, сколько тональных основ за этот период я купила. Раз, два, три, четыре, пять, еще вот шесть. В общем, тональными основами я старилась прям так на полгода, на год вперед, пожалуй. И раз уж я заговорила про шесейда, давайте я уже шесейда и закончу в плане тональных основ. О, боже мой, какой же это классный тон. Вот вы знаете, я всегда оперировала, чем я тоже в инстаграме делала пост. И говорила, что вот если бы я создавала тон, я бы хотела, чтобы он был не больше, не меньше, а точно таким же. Но какой же он классный. Держится на протяжении всего дня абсолютно полностью. И очень круто перекрывает все недостатки на коже. Мне не нужен вообще после него консилер. Он очень тоненько ложится, но при этом покрытие у него хорошее. Он шикарно держится, очень круто смотрится на коже. Я рекомендовала огромному количеству человек этот тон. Он вышел буквально не так давно, но уже вот покорил мое сердечко и сердечко многих визажистов. По моей рекомендации очень много людей купило этот тон. И я еще не слышала ни одного негативного отзыва касательно него. Я просто отдала Шесейда, продала свое сердце, душу, все что угодно. И к Шесейду немножечко по-другому стала относиться. Потому что я поняла, что некоторые продукты, их недооцененный тон этот вообще просто бомба. Его он должен перед применением обязательно встряхнуть. И у него очень классный вот такой вот поворотный механизм. То есть вот так вот он закрылся, вот так открылся. И вы можете уже нажатием выдавливать. То есть мне для всего лица хватит всего лишь пару нажатий. Он хорошо наносится кистью, хорошо наносится спонжей, натуральной кистью, синтетической, чем угодно. Его даже рукой можно прекрасно нанести. Это несмотря на то, что тон самофиксации. На мой взгляд, этот тон прекрасный аналог всем стойким тональным основам. Он шикарнейше просто смотрится на лице. И он также хорошо смотрится на коже, комбинированно склонный к сухости. Он кожу не подсушивает. И еще, что очень круто, со мной происходило это только раз в жизни, когда я пробовала тональный крем коллаген. Он не подчеркивает шелушение. Либо если у вас сильное шелушение, то совсем капельку подчеркивает по сравнению с теми тональными основами, которые вы могли бы сделать это хуже. Вообще, насколько вы поняли, этот тон я очень сильно люблю. Потому что мне кажется, у меня сейчас пена изо рта пойдет от того, как сильно я его люблю. Я очень сильно вам его рекомендую, если вы в поисках стойкого, классного, идеального тонального крема. Если, конечно, у вас есть что перекрывать. Далее с вами по плотности продолжим двигаться. Еще один плотный тон. Я попробовала. Он уже, правда, в ужасном состоянии. Потому что упаковка просто ад. И я ее просто ненавижу всей душой. Несмотря на это, продукт внутри очень-очень классный. Он бы мог стать моим таким же любимчиком, как и вот этот вот тональный крем от Shiseido. Но, если бы не эта ужасная упаковка, которая дико течет, проливается, которая невозможно практически работать, я ее на рабочем столе держу вот в таком виде. Потому что иначе, когда ты открываешь, оттуда все течет. Я вот даже не хочу его сейчас открывать, потому что все может очень плохо закончиться. Но, что касается этого тонального крема, у него такие же прекрасные характеристики. Он плотно кроет, хорошо держится, хорошо выглядит на коже. Не подчеркивает шелушения, либо не так сильно их подчеркивает. В общем, тон классный, манекен. Я его попробовала наконец-таки, потому что хотела его очень-очень давно. Но, знаете, меня отпугнула очень широкая реклама этого тона. Вот для меня всегда, когда что-то рекламируется блогерами и пропагандируется, и продвигается в массы, всегда для меня, по-моему, будет не очень. Я, кстати, очень часто моя чуйка меня не подводила. Но я вот зашла в золотое яблочко, его просто попробовать по ощущениям, по консистенции. Я очень руками чувствую часто продукт. И, в общем, мне понравился. Вот если вы в поисках стойкого тонального крема, который хорошо держится, хорошо выглядит на коже, то обратите внимание на эти два. То есть в рейтинге любимых тонов у меня Шесейда. И второй практически на одном месте, чуть-чуть похуже из-за дурацкой упаковки. Это будет манекен. Но если же вам не нужно плотное покрытие, если у вас с кожей все хорошо, мы сейчас с вами перейдем к менее плотным тональным основам и поговорим с вами про них поподробнее. Дальше будет очень неоднозначная покупка. Это Sensai Flower Satin Foundation. Я его купила по рекомендации одного блогера, но, к сожалению, мне он не так сильно понравился, как ей. Возможно, просто для моей кожи это немного не то. Я хочу от тональных основ более плотного покрытия. И это, скорее всего, связано с тем, что у меня проблемная кожа, и я себя некомфортно чувствую, если это все, грубо говоря, на виду. Но в целом тональный крем также неплохой. Просто я не испытала по поводу него восторга. У него очень красивая упаковка. Он хорошо ложится, хорошо распределяется. Мне вот немного стал непонятен оттенок 102 Ivory Beige. Он, по идее, должен был быть очень универсальным, как мне сказал консультант. В общем-то, я всегда стараюсь консультантам доверять, но как бы проверяйте, потому что он уходит в активный розовый. И для того, чтобы его нанести, мне приходится его мешать с явно желтыми подтонами тональных основ, потому что розовый всегда смотрится ужасно, ужаснейшим образом. Я не понимаю вообще, для кого это придумали. Тональные основы с активным розовым подтоном. Не бывает таких розовых людей. Короче, классная упаковка, неплохой тон внутри. Просто у меня не вызвало он восторга. Я, безусловно, его допользую. Вот, возможно, в будущем я поменяю свое мнение. Может быть, надо его больше распробовать. Далее двигаемся с вами к еще менее плотным тональным основам. И здесь у меня будет вот такой вот Skin Illusion в новой версии от Clorance. Я, кстати, его нужно смешать, он немножечко у меня расслоился. Такое может быть, вот с капельными тональными основами. Это у меня уже не первая версия. Одну я использовала, точнее, у мамы она есть, уже перекочевала туда. В целом, тональная основа мне это нравится. Единственное, что не на всех она хорошо смотрится в чистом виде. Иногда она подчеркивает текстуру. Все-таки мне кажется, что предыдущая его версия была гораздо лучше. Опять же, возможно, за счет того, что я не сильный фанат вот таких вот капельных тональных основ. В том числе, я не очень полюбила и не поняла тональную основу Backstage от Dior. Я не понимаю вот эти вот расхваления этого тона. Мне кажется, что он не очень хорошо смотрится на коже. Но, что касается вот этого, я уже отвлеклась. Что касается этого тонального крема, он неплох. Просто нужно прочувствовать заранее кожу и понимать, на ком он будет хорошо. На мне смотрится он хорошо. И на многих людях. На некоторых он может сыграть злую шутку и подчеркнуть какие-то поры, если у вас как раз-таки расширенные. Либо есть шелушение. Мне очень нравится аромат. Этот тональный основан очень приятным. С легеньким-легеньким свечением. Красиво смотрится на коже. Не возрастной, но переходной. То есть, я бы сказала, не прям для лифтинга он подходит. Но для корректирующего макияжа смотрится неплохо. Далее, следующая тональная основа уже совсем легчайшая. Это Dolce & Gabbana Millennial Skin. Очень классный тон. Мне нравится. Но он, опять же, подходит не для всех. Нужно чувствовать эту тональную основу. Она подходит для кожи, которой нет никаких проблем с пигментацией. Будь то постакне, либо какие-то покраснения, розоцея и так далее. Потому что такие штуки он не перекроет. Это очень красивый, увлажняющий тон. С эффектом легкого сияния. Неплотно перекрывающий. Для кожи, которой нечего особо корректировать. Он неплохо смотрится на коже. Он не подчеркивает шелушение. При этом он дорогой. И хорошо смотрится в основном на девочках с идеально гладкой кожей. С идеально ровненькой. Я бы даже охарактеризовала этот тональный крем как подходящий для кожи. Склонный к сухости, но с идеальным уходом. Если есть какие-то моменты с обезвоженностью кожи, то нет, не очень. В общем, покупкой я довольна. Я часто его использую в подмешивании. Вот эта вот парочка мне очень нравится. Я также вот эту тональную основу подмешиваю в более плотную, чтобы сделать их менее тяжелыми на лице. В общем, в подмешивании мне очень нравится. Он неплохой тон. Я, кстати, на ютубе мало очень видела, чтобы о нем кто-то говорил. Но вот визажисты очень сильно хвалят. В принципе, я покупкой своей довольна. Дальше будет тональная основа, которая в меньшей степени, я бы даже сказала, вообще не подходит для работы. Но она хорошо подходит для ежедневного макияжа. Особенно для девчонок, у которых проблемная кожа. Это снова Клиник Even Better. Ученки, у кого проблемная кожа, обратите на него внимание. Неплохой тон. Он не усугубляет состояние вашей кожи. Мне, конечно, его покрытия не хватает. Потому что я любитель все перекрытия, чтобы, как говорится, с глаз долой и сердце вон. То есть я не вижу, значит, у меня нет каких-то проблем на моем лице. В общем, тон это для ежедневного применения. Когда у вас там нет абсолютно никаких важных встреч. Я его наношу на работу. Каждый день плотно тональный крем использовать тоже не очень хорошо для кожи. Особенно проблемный. Поэтому для ежедневного применения вполне себе хорошая тональная основа. Обратите на нее внимание. Но не ждите, что она перекроет вам все проблемы на вашем лице. Далее серии тонов у нас с вами будет вот такой вот от Enaf. Это он же коллаген. Потому что мы уже все привыкли называть его коллаген. Хотя он Enaf. Не буду я заострять внимание на этих двух тональных основах. Потому что у меня есть отдельное видео. Так что если что, посмотрите его. Могу сказать просто, что покрытие хорошее. Он очень похож на свою первую версию. Мне кажется, это практически то же самое. У него немножко отличается запах. У него 13 оттенок, ну невероятно светлый, серый. Мало кому подойдет. В общем, для подмешивания будет хорошо. И у него, кстати, очень красивая новая упаковочка. Далее мы с вами поговорим про консилеры. Я, кстати, вот один так и не нашла. Где-то он у меня в этом огромном количестве косметики потерялся. Это консилер от Jeffree Star. Давайте я сразу про него скажу. Это Magic Concealer. Такой с звездочкой на кончике и с кристаллом. Я этот консилер одновременно заказывала с его пудрой рассыпчатой и с палеткой. Консилер, кстати, я этот уже практически добила. И да, он мне понравился. В нем не так оказалось много объема. Я заказала себе оттенок C11. И он не подходит абсолютно для коррекции синячков под глазками. Потому что он слишком светлый. Светлые консилеры под глаза не нужно наносить. И он шикарно смотрится в качестве высветления. Центральная часть лица от скул я наношу подбородок, носик и лоб. Он немного блюрит, на мой взгляд, кожу. Он такой хороший, такой прорезиненный, плотненький. Но при этом текстуру лишнюю на коже не подчеркивает. Я, кстати, планировала бы еще заказать такой консилер. Наверное, когда вот чуть-чуть у меня поредеют мои запасы других консилеров. И давайте из того, что у нас есть. Раз мы сегодня так много говорим про Shiseido, я сразу уже закончу про него. Мне очень понравился этот консилер. Опять же, он с невероятно плотным покрытием. Но при этом он не подчеркивает текстуру под вашими глазками. У меня в оттенке 202 Light. И это с активным желтым подтоном консилер. Он очень хорошо и прекрасно перекрывает синяки под глазками. Поэтому я очень сильно довольна этой покупкой. Он еще из-за плотности цвета и за счет своего цвета хорошо, отлично работает. В нем достаточно большой объем. Кстати, здесь гораздо больше, чем в консилере Jeffree Star, несмотря на такой вот свой миниатюрный объем. Следующий консилер у меня будет вот такой вот Dior Forever Undercover. Я взяла в 0,20 оттенки. И он уже с более персиковым подтоном. Это как раз-таки для тех, у кого характер синячков имеет синий оттенок. Он тоже с хорошим покрытием. Он более увлажняющий. Вот этот вот более стойкий и плотный, чем вот этот. Но, тем не менее, он тоже неплох. Нейтрализация синячков тоже отличный. Далее у нас с вами будет консилер от Double Wear. Это Instant Fix консилер 24 часа, плюс увлажнение и подготовка. Почему подготовка, я говорю? Потому что здесь, с одной стороны, вот такая вот увлажняющая база, к слову, которую я редко-редко пользуюсь. И на второй части здесь консилер. У меня это в оттенке 1C. Кстати, по-моему, я просила 2C, и мне дали не тот. Поэтому я и думаю, почему же я взяла такой светлый. Он не сильно подходит для нейтрализации синячков под глазами. Я часто этим консилером подчеркиваю линию подбровного пространства, но должна сказать, что это слишком дорогой консилер для того, чтобы использовать его просто в зону под бровью. Пользуюсь я им достаточно редко, но знаете, что я могу сказать? Ну, консилер как консилер. Не то, чтобы я была от него в восторге, но и не назвать его суперплохим. То, что здесь написано, что он Double Wear, я думаю, что это маркетинговый ход. Все знают. Тональный крем Double Wear. И теперь они сейчас делают все. Double Wear Light, Double Wear Nude, этот вот консилер Double Wear. И у них все просто Double Wear. Потому что где есть Double Wear, там значит классно, потому что у всех уже сформировалось это ощущение. Это абсолютно нормально, но это такого рода маркетинговый ход. Не могу сказать, что это самый стойкий консилер на моей жизни. То есть 24 часа я бы его не назвала. Вот с этой стороны есть увлажняющая сывороточка, или как это назвать, база. Она с легким сиянием, она неплохо увлажняет, кстати, область вокруг глаз. И после нанесения есть такое ощущение, что немножко печет, что ли. Далее, что касается бровей, у меня здесь будет два продукта. Один от Dior, другой от Romay Cup Laboratory. Давайте мы уже с вами тоже про Dior закончим. Это тушь для бровей, она с микрофиброй. Это как раз для тех, у кого бровки совсем не густые и хочется добавить объем. Мне, кстати, эта тушь очень сильно понравилась. Я ее хватила на скидки в Revgosh, она стоила около 1000 рублей. Кстати, вместе с консилером Dior покупала их. Мне очень сильно понравилось. Я думаю, что я бы еще вот эту вот покупку повторила и в других оттенках. У меня это в 11 оттенке, и он лучше всего подходит именно для блондина. Далее у меня будет 4 продукта от Romay Cup Laboratory. Это их новые тени. Ну, они не то, чтобы прям совсем новые. У меня они не так давно появились. Я сразу же купила эти продукты во всех 4 оттенках. И вообще, если вы давно следите за моим каналом, вы знаете, что я большая фанатка Romay Cup Laboratory. Почему? Потому что я люблю поддерживать российского производителя. Плюс у них есть, ну, невероятно классные продукты, аналогом которых я нигде не встречала. Ими же оказались вот эти вот тени для бровей. Они также в магнитном рефиле. Кстати, мне очень понравился оттенок 04. Он у меня сейчас на бровях. Чем прекрасен конкретно этот продукт? Вы можете эти тени нанести в сухом виде и получите тени для бровей. Вы можете смочить их водой и при этом получить помадку для бровей. Помадкой этой вы можете сделать как более графичные брови, так и прорисовать волоски, что я сегодня и сделала. Я беру просто скошенную кисточку, макаю воду и прям вот здесь вот себе намешиваю, могу потом на руке чуть-чуть смешать. И получается прям вот помадка для бровей. Очень крутое средство, потому что если вы, в принципе, с ними давно работаете, пытались наносить какие-нибудь тени для глаз или для бровей, смачивая их, то наверняка вы замечали, что они именно вот засаливаются и становятся более грубой поверхностью. С этими такого не происходит. Они высыхают и становятся той же текстурой, как и были до этого. То есть это вообще просто бам! Из ряда вон выходящий очень крутой продукт. Если вы мастер, профессионал, визажист, нужно брать. Вот я их в кейс перенесла. Здесь у меня вот ноль первый оттенок, самый темный для брюнетов, хорошо подойдет. Ноль второй теплый коричневый для более светлых волос, русых. Для еще более светлых девочек вот этот вот верхний ряд. Здесь очень-очень крутой оливковый. Шикарно подходит для блондиночек в любой блондинке, натуральный или нет. Вы всегда можете увидеть зеленоватый потон. Вот поэтому оливы это прекрасно смотрится на бровях у блондинок. И светло-русы, которые я сегодня нанесла, чаще всего я вот эти вот два оттенка смешиваю. Точнее, как чаще всего. В прошлый раз я их смешивала, в этот раз я в чистом виде нанесла вот этот вот. В общем, те они классные. Имея вот эту вот четверку, вы сделаете абсолютно любому человеку все что угодно. Если у человека нет бровей, просто смачивайте, наносите как помадка. Если брови есть, но если хочется сделать их более пушистыми, то наносите в чистом виде. А можно нанести сначала как помадку, а потом для придания объема нанести вот это в сухом виде. Дальше, что касается глаз. Также закончу про мейкап лабораторию. Я повторюсь, я просто покупаю все, что они выпускают и использую. Это я очень люблю про мейкап лабораторию. И в том числе вот эту вот подводку очень крутая. У нее здесь вот есть такая вот лопаточка. Ультра черная подводка, невероятно чернющая. Плюс, к тому же, она не остановится матовой. Она все время блестит на ваших глазках. Вот здесь, когда вы ее наносите, классная подводка. И, кстати, жалею, что коричневую не взяла. Она хорошо будет смотреться для тех, кому на каждый день хочется рисовать себе стрелочки. А черная для более таких драматичных макияжей, для более ярких. Она невероятно легка в использовании. Можно делать очень-очень тоненько. Просто берете кисть и делаете тоненькие-тоненькие линии. Она нигде не густеет, не комкается. В отличие от классических гелевых подводок, сложнейших в работе, это совсем уж простая. Далее, давайте с вами приступим к палеткам теней. Здесь у меня будет первая палетка, которую сейчас вы видите на глазах. И, скорее всего, вы уже посмотрели на нее обзор. А если нет, то обязательно переходите и смотрите. Так что долго я заострять внимание на этой палетке не буду. Серые оттенки сейчас невероятно модные, невероятно популярные. У нас с вами такой камбэк в 90-е. Ну и, собственно, с ним вместе к макияжу у нас и присоединились серые оттенки. Следующая палетка теней, которую я приобрела, вот такая вот бандура. Это Нарвина от Анастасии Беверли Хиллз. Огромнейшая палетка. Я ее купила, как только она вышла. Не знаю, нужен ли обзор на эту палетку. Если да, то не забудьте написать об этом, пожалуйста. У меня вот этот вот оттенок побился сам с собой. Ой, он прям весь крошится. Вот, в общем, такой вот он суховатый. Что касается матовых, у них недостаточная высокая наслаиваемость. Чаще всего я где-то для подтушевки, для нужного цвета добавляю. Мне не сильно зашли вот эти вот сияющие цвета. Ну, не то чтобы они не очень, просто они совсем обычные. Я вот такие вот вам тени в любой палетке аналогичной найду, и все будет то же самое. Из сияющих мне, кстати, вот этот вот очень понравился, красивенький фиолетовый. И вот этот вот персиковый, немножко с туохромчиком. Если вы меня спросите, стала бы ли я вам рекомендовать эту палетку, пожалуй, я скажу, что нет. Вот, пожалуйста, у меня уже отвалился кусок от нее. В общем-то, если понадобится обзор, вы мне скажите, я сделаю. Вот, кстати, одно из того, что меня не может не смущать в этой палетке, это вот пигмент, который остается после свочи. Соответственно, он остается и на глазах. Я еще приобрела вот такую вот палеточку теней. Мини Лила это от Наташи Денона. Я ее уже несколько раз пробовала, делала ею тушевки. Мне она нравится, у нее очень классная гамма. Вот, наверное, фиолетовых бы мне этих и хватило. Вот этот красивый цвет, вот эти вот два матовых прекрасные, вот эти растушевочные. В общем, мне эта палетка понравилась. Если вам нужно что-то вроде этой гаммы, ей можно сделать и более насыщенный макияж. Конечно, здесь сильного разнообразия не будет, но, тем не менее, здесь есть и вот такой вот кожный растушевочный, который, кстати, очень нейтральный. Это не теплый коричневый, который на глазах потом становится рыжим. Он такой достаточно натуральный оттенок. И вот эти вот цвета тоже очень красивые. Шелковистые тени хорошо растушевываются. Вот этот вот блестящий тоже красиво смотрится на внутреннем уголочке или на подвижном веке. Вы даже можете с этой палеточкой сделать дневной макияж. То есть взять складочку века, растушевать вот этим оттенком и вот этим вот сделать внутренний уголок. Дальше из палеток тени у меня еще было вот такое вот приобретение. Это Jeffree Star Jawbreaker. Очень яркая и сочная гамма. Я, к сожалению, ее купила, когда... Точнее, она мне пришла, когда лето уже почти закончилось. Поэтому, ну, и обзора на нее не было. Когда я уже на мне пришла, я ее попробовала, потестировала. Я посмотрела, в интернете было такое огромное количество обзоров, что я думаю, ну, никто не будет смотреть. Ладно, пусть лежит. Я сейчас достаточно редко ее пользуюсь, потому что гамма предрасполагает более, не знаю, яркую погоду. Солнышко, цветочки и так далее. А сейчас немножко вот такая вот погода и хочется какие-то вот такие вот макияжи. Но в целом мне качество Jeffree Star теней нравится. У меня еще есть Blood Sugar. Я сейчас вам ее тоже покажу. Это тоже относительно из недавних моих покупок. Ну, недавних я имею в виду вам не показываемых. За три месяца где-то в течение последних трех месяцев я ее покупала. Я часто использую что-то во внутренний уголок, что-то для подтушевки. Какие-то яркие тени для переходов использую. Матовые тени мне нравятся, к ним вообще никаких нареканий нет. Хотелось бы вот эту вот гамму, конечно, попробовать. Но это, наверное, в будущем, когда будет солнышко и уже погода будет располагать. Но, опять же, если вы хотите мое мнение на эту палетку, то напишите мне, пожалуйста, я сниму отдельное видео. Далее палетка Blood Sugar. Еще более старая версия, поэтому я тоже не стала на нее снимать. Но мне интересно было попробовать. У нее очень непредсказуемые оттенки. Я как-то вот использовала вот этот вот, казалось бы, розовый персиковый оттенок. Но он на глазах у меня был огненно-рыжим. С остальными оттенками у меня нет каких-то таких сильных нареканий. Пигментация, хорошее распределение. Мне тени в целом, Джеффри Стару очень даже нравятся. Ну что, движемся дальше. И настало уже, наверное, время немного поговорить о разочарованиях. Я себе заказала вот такую вот палетку от Наташи Денона. Это мини-тропик палетка. Я могу сказать, конкретно этой палетке. Меня очень сильно разочаровали яркие оттенки. Из всей этой гаммы самый красивый цвет вот этот вот. Он такой красивый металлический, голубо-серебристый что ли. В общем, он красиво смотрится в макияже. Что касается зеленого, здесь ничего особенного. Не могу сказать, что мне прям что-то здесь так понравилось. Потому что, ну, зеленый реально достаточно обычный. Ну, не для Наташи Денона, потому что от Наташи всегда, конечно, ждешь чего-то необычного. Голубой никакущий. Смотрится на глазах ужасно. Наносится проплешинами. В общем, мне не нравится ужасно миловой. Несмотря на то, что, кстати, на сводчих смотрится он неплохо. Большим поистину разочарованием для меня стал вот этот вот голубой. Потому что, ну, я совсем не поняла, что вообще мать его происходит. И почему вот это вот наносится такими пятнами. Это как будто бы какое-то не сухие тени. Они не кремовые, с какими-то блестками. Короче, с ними сделать вообще ничего нереально. Вот наносится как-то не крути. Вот я уже прям много набираю. И все равно наносится пятнами, проплешинами. Из пяти оттенков, которые здесь есть, ну, плюс-минус вот эти два неплохие. Неплохой лиловый, но он, честно говоря, не очень смотрится красиво в макияже. Я пробовала несколько раз. Мне он не сильно понравился. В общем, я бы не могла вам рекомендовать эту палетку. Большой версии Тропик у меня нет, к сожалению. Ну, или к счастью, судя по вот этой вот красоте всей. В общем, у Наташи Денона это вот такое вот мое первое разочарование. Несмотря на то, что палетка выглядит очень сочно и красиво. Она привлекает своей яркостью, но, по сути, нолик от публика, а не палетка. Далее завершим с вами тему с тенями. И вот здесь я покажу такие, ой, свои однушечки. Это однушки Литуаль, кстати. Вот это мне очень сильно понравилось, несмотря на то, что цена у них достаточно бюджетная. Особенно могу выделить невероятно красивый оттенок даблдиска. 108 оттенок. Это вот серия называется конфетти. Насколько я знаю, их снимают с производства. На них была приятная очень скидка. Я себе сразу взяла те, которые я посчитала самыми симпатичными. Еще мне понравился 106 Глэм Тауп. Это такой повседневный коричневый для любых макияжей. В общем, всем подойдет абсолютно. Ну, я думаю, что и такой вот фиолетовый тоже всем подойдет. Очень красивый, кстати, сложный оттенок. Коричневый чуть-чуть попроще в своче, но тоже неплохо смотрится. Коричневенький с золотистыми блесточками. Я эти блесточки наношу на очень липкую подложку, либо на Данессу Майрикс, либо на помаду Дозу в Калорс. Кстати, их тоже уже из Литуаль выводят. Сейчас на них большие скидки. Ну, давайте мы с вами попозже к этому перейдем. Вот такой вот еще у меня оттенок 102 Spotlight. Мне кажется, хорошо будет смотреться в качестве топового покрытия в новогодних макияжах. Будем девчонкам делать. Ну, и последний у меня оттенок это Салют 108. Невероятно красивейший зеленый. У него здесь есть такие небольшие золотистые вкрапления. Очень он тоже красиво смотрится. Самое главное в таких топерах сделать хорошую, качественную и очень липкую подложку. И сейчас как раз плавно к подложкам мы с вами и перейдем. К сожалению, сейчас в Литуаль выводят помады Дозу в Калорс, но, к нашему счастью, они выводят их с огромнейшей скидкой. Их можно купить более чем за полцены. Я себе вот таких прикупила несколько подложек. Это помады вообще, но я их использую чаще на глаза. И некоторые оттенки и на губах очень красиво смотрятся. Например, оттенок Chocolate Waste. В целом, я взяла себе такие более нейтральные, песочный, розовато-тауповый. Такой оттенок прям розоватый. Вот этот вот темно-коричневый, такой оттенок шоколада. В общем-то, я ими довольна. Жалко, что их потом будет уже нигде не достать. Ну, нужно будет это заказывать. Я вряд ли буду с этим заморачиваться. Вот. Но в целом, очень классные помады. И в качестве подложки на глазки очень шикарные. Я их очень часто подмешиваю с другими тинтами. Это тинты Donessy Marix. Вот это просто моя любовная любовь. Это очень крутые продукты. Многофункциональные тинты. Вы можете их использовать абсолютно везде. Где только захотите. Хотите, оформите себе брови. Можете себе сделать стрелку. Можете в качестве тениности. Тениность. Если оттенок этот подходит, можете румяна, губы. Вообще куда угодно. На слизистых прекрасно держится. Это непростой продукт в применении. В плане того, что он очень быстро фиксируется. Я очень часто их мешаю. Например, с помадами. Не только Dose of Colors. Ну, чаще всего просто Dose of Colors. А также там с NYX-ом их мешаю. С белорусскими тинтами. Самыми обычными. Сейчас я вам их покажу. Например, от Luxe Visage. Или еще мне очень-очень сильно нравится. Сейчас вам покажу. От Belor Design. Я поподробнее о них расскажу в видео про белорусскую косметику. В общем, очень классные тинты. У меня есть здесь оттенок Tripe. Это такой насыщенный сливово-фиолетовый. Оттенок Truper. Он у меня сейчас на глазах в качестве подложки. И по слизистой. Невероятно крутой серо-оливковый. Шикарен для зеленых глазок. Далее оттенок Chestnut. Такой оттенок светло-каштановый. Эти вот разгрязненные оттенки. Они очень круто смотрятся в макияже. Я их очень часто использую. Я обязательно где-нибудь поставляю здесь картинки. В том числе и в качестве слизистых. В качестве подводок. Их использую в подложках. Далее очень красивый Primary Yellow. Для визажистов будет очень круто, если вы купите вот такой вот желтый, синий и красный. Особенно для тех, кто обучает, чтобы показывать примеры цветового круга. Как цвета между собой смешиваются и так далее. Но имея этих три цвета, вы сможете сделать абсолютно другой. Но здесь уже проблема в смешивании. Нужно знать, что с чем смешивать и в каких пропорциях. В общем, Primary Yellow тоже очень классный. Я добавляю их абсолютно во все тинты. Между собой смешиваю. Это все у меня были матовые. У меня есть один-один единственный такой вот блестящий. Оттенок Muse. Он такой оливковый, зеленоватый, с золотыми блесточками. Он достаточно сложный в применении, потому что его нужно аккуратненько пальчиком наносить. Иначе, если будет перебор, он начнет просто кусками подать с ваших глаз. Но я уверяю вас, это того стоит. Я наношу сначала вот эту вот помаду Dose of Colors, а потом наношу в качестве подложки вот этот вот оттенок Muse. И закрепляю его вот этим продуктом от L'Etoile. Очень красиво все вместе получается. Такое мега красивое сияние. Далее от подложек с вами сразу переходим к помадам. Тоже эти помады можно использовать как подложки. У меня здесь два вида помад. Одни от Jeffree Star, другие от Physician Formula. От Physician Formula у меня было больше помад. Одну я маме отдала. Она каждый раз, когда приезжает, на меня смотрит грустными глазками. И мне приходится ей все это отдавать. В данный момент у меня сейчас Tulip Treatment и All Natural Nude. Очень красивые цвета. Очень классный вот этот вот алый. Очень красивый цвет бежевый, натуральный. В общем, классные помады, комфортные на губах. Я их очень люблю. Давно ими работаю. И на них была акция. Берешь две, третью в подарок. И, в общем-то, я себе прикупила сразу три. Ну, вот теперь у меня уже осталось две. Далее у меня будут две помадки от Jeffree Star. Я их также использую на глаза и на губы. Вот, несмотря на то, что вот эта вот помада выглядит как совершенно нюдовая, на нашем типа внешности она такая достаточно яркая, немножко с коралловым. И вот эта вот прям выглядит очень-очень летняя, малиново-оранжевая. Но на губах она очень яркая. Она немножко отличается от того, какая она в баночке и здесь. Но это в зависимости, опять же, от типа кожи. В общем-то, помады мне эти нравятся. Хорошие, стойкие, классные. Я их покупала вместе с палеткой Job Breaker. В том же самом заказе у меня еще была вот такая вот пудра. Это тоже Jeffree Star. Я выбрала оттенок Translucent, то есть прозрачную пудру. Я считаю, что прозрачные пудры, они одни из самых универсальных. Вы можете не заморачиваться и просто одной пользоваться. И она подойдет всем. Мне очень сильно нравится эта пудра. Я ее просто обожаю. Она очень хорошо матирует. Она шикарно блюрит, скрывает какие-то неровности на коже. И невероятно приятно пахнет. Сладкая вата. Это нравится и мне, и моим клиентам. У меня практически все спрашивают, что за прекрасный аромат. Это вот моя пудра от Jeffree Star. Далее, до румян и хайлайтеров от Natasha Denone. Я достаточно долгое время приноравливалась к ним. И поняла, что конкретно эти румяна нужно наносить синтетической кисточкой. Если вы уже давно следите за моим каналом, то наверняка знаете, что я небольшой фанат для сухих текстур. Синтетических кистей. Но здесь пигментация такая сильная, что вам просто нужно чуть-чуть совсем на синтетическую кисточку набирать. Напомню, что синтетика совсем капельку вообще набирает. Она плохо отдает сухие продукты. Поэтому, чтобы избежать вот такой вот насыщенности и яркости румян, для того, чтобы избежать эффекта морфуши, вам нужно взять синтетическую кисточку. И только в этом случае у вас есть вероятность того, что вы ими не переборщите. Это достаточно сложные румянки. Они все-таки залипают. Вам приходится постараться для того, чтобы их растушевать. Это достаточно сложно, потому что мало кто может справиться с такими румянами. По фотографии, которую я выбирала, вот этот вот румянец казался таким абсолютно легеньким, ненавязчивым румянцем. Но опять же, справиться можно. Еще для того, чтобы не было вот так вот ярко румян, я предварительно припудриваю все лицо, чтобы он не так цеплялся за липкую текстуру тоном. Что касается хайлайтера, он вообще практически незаметен. Еле-еле-еле совершенно чуть-чуть переливается с сатином. И что я им делаю? Я не использую его в основном как хайлайтер. Я сначала наношу вот эти вот румяна, а потом смешиваю между собой и по наивысшей точке зашлифовываю. Вот так мне нравится. Кстати, смотрится очень круто. Я к ним приноровилась. Но стоит ли вот эта вот палетка румян танцев с бубнами, я не готова вам сказать, потому что есть огромное количество продуктов, которые работают примерно так же, но не приходится искать к ним подход. Но раз уж она у меня уже есть, я буду продолжать ей пользоваться. К тому же оттенок этих румян мне очень нравится. Далее у нас с вами осталось всего пару продуктов. И то, что у меня на губах, это помады Pro Makeup Laboratory. В 01 оттенке Nine O'Clock. Очень красивая помада. Она достаточно стойкая. Очень красивый оттенок помады. Учитывая, что у меня такие насыщенные яркие глаза, мне кажется, как раз то, что нужно. И с оттенком я угадала. Мне хочется еще попробовать другие цвета. А помада очень комфортная. Она приятная на губах, с легким как будто бы увлажнением. Она скрывает никакие-то шелушения на ваших губах. У нее чувствуется вот эта вот маслянистость. Но в целом на протяжении долгого времени она держится. Ну вот максимум перекус, наверное, переживет. Здесь вот очень приятный такой футляр с магнитом. Хочется постоянно его открывать и закрывать. Такой немножко залипательный момент. В целом помада мне очень нравится и смотрится стильно. Но мне кажется, что вот такого рода помады в пуле, это все-таки в основном для себя. Потому что, ну, вряд ли я буду клиентам наносить, отшкребать от этой помады шпателем. И потом через палитру это наносить. Мне кажется, это неудобно. Гораздо удобнее клиентам из вот такой помады на шпатель нанести. Поэтому я эту помаду оставляю в свою косметичку. Она мне очень нравится. Она к любому макияжу подойдет. Хотелось бы, кстати, еще другие оттенки попробовать. Я просто на пробу себе одну взяла, и я думаю, что я еще себе парочку прикуплю. Далее у меня также остались два продукта от ProMakeup Laboratory. Это все для очищения, дезинфекции и мытья кистей. Первое, что у меня уже было, это вот такой вот All Clear. Это как пенка для мытья кистей. Сейчас я вам покажу, какой здесь пенообразователь. Там мне... Я в очередной раз заказала себе такую пенку для того, чтобы мыть свои кисти из белочек. Потому что мыло все-таки их немножко портит. Я очень часто мою антибактериальным мылом Seigert. Мне очень оно, кстати, нравится. Но мыло Seigert, оно все-таки немного грубовато для кисточек из белочек. Поэтому я специально для них взяла себе вот такую пенку. Также еще прикупила мыло от ProMakeup Laboratory. Это уже для любого типа ворса. Я попробовала его уже. Он, кстати, очень приятно пахнет. Мне безумно нравится. Я не пойму, что мне напоминает. Это такой легкий, приятный, сладковато-свежий аромат. Хорошо и приятно, бережно очищает кисти. Я абсолютно любые кисточки мою, кроме кисти из бел. Насчет расхода не знаю, как надолго. Но формат мне нравится, потому что здесь у вас как раз баночку. Вы закрыли и с собой можно взять. Это более комфортно, чем мыло Seigert с собой носить. Но, опять же, мыло Seigert это достаточно бюджетно. Попробую вот это. Если мне прям очень сильно понравится, то, возможно, у моего мыла Seigert появился конкурент. Ребята, мне кажется, на этом все. Я не знаю, прошло уже где-то 2,5 часа, как я записываю это видео. Огромное количество косметики я, оказывается, купила за все это время. Ну, а я вас, как всегда, всех целую. До встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok